доброй ночи друзья сегодня четверг 15 февраля 24 года вас приветствую из брюсселя и продолжаем разговор о политике сегодня мне хотелось бы сделать небольшое обновление по событиям великобритании по кризису британской монархии так как действительно это одна из самых актуальных политических тем что не мудрено к туманному альбиону прикованы взоры по крайней мере одной третье человечество мы говорили уже неоднократно у меня с моими подписчиками о том что не король карл 3 является не только монархом и главой государства в соединенном королевстве но также и в 14 других странах мира включая канаду австралию новую зеландию и он является главой у меня содружества нации которая является переформатированной британской империи и в которую входят 56 государства включая такие как скажем индия нигерия южная африка ну и конечно же канада австралия новая зеландия и так далее и в совокупности в этих 56 странах мира проживает более трех миллиардов человек о том что британцы имеют колоссальное влияние на мировые политические процессы россиян убеждать я думаю не надо все вы помните как борис джонсон приехал в киев и повлиял на ход событий в украинском конфликте поэтому я не буду развивать этот тезис он достаточно очевиден то что касается состояние короля карла третьего то действительно это вызывает очень серьезные волнения в первую очередь придворных которые не разделяют его энтузиазма по поводу гомеопатии и фитотерапии еще раз подчеркнул что главный лечащий врач карла третьего это доктор майк диксон известный британский фитотерапевт и гомеопат и на сегодняшний день чарльз отказывается от так называемых ортодоксальных методов лечения онкологических заболеваний он отказывается от химотерапии и радиотерапии это достоверная информация какие конкретно процедуры он на сейчас принимает это компресс из отваров трав или ванны из минеральных вод у нас такой информации нет но то что абсолютно достоверно это пессимизм который царит в среде придворных с одной стороны даже королева камилла не отваживается перечить королю потому что таковы его убеждения он убежден в силе природной природных методов трав минералов и так далее и соответственно придворные считают что при таком ходе событий он не доживет до следующего года они настроены действительно я бы сказала по-фаталистски фатально среди них вернее царит фатализм это вот по-русски и конечно происходит по-прежнему утечки в испанскую прессу узнаете что среди испанских журналистов есть те кто специализируется на европейских монархиях например кончика еха и испанская пресса утверждает то что карл знал о своем заболевании о своем недуге еще четыре года назад но он скрывал до той поры пока сокрытие уже стало невозможным и тогда он раскрыл карты также предполагается что он хочет остаться верным своим убеждением и также тем убеждением которые достались ему от отца по наследству от принца филиппа и напомню вам как завершил свой жизненный путь принц филипп он сказал что он не хочет никаких больничных палат он ушел от дел он очень много по этому поводу шутил о том как он разваливается по частям хотя он был значительно старше чем сейчас король карл тем не менее он попросил оборудовать ему под хоспис маленький фермерский домик на территории парка замка сандрингем и соответственно королеву скажем елизавета его там навещала там был небольшой персонал который помогал ему преодолевать сопутствующие его состояние его возрасту сложности и так очень скромно можно сказать по монашески он ушел из жизни как узнает он был масоном он был можно сказать предводителем масонской ложе военно-морского флота я рассказывала об этом на своем факультативном канале поэтому я не буду здесь повторяться мне хотелось бы просто привести этот пример что убеждение в том что нет ничего лучше сил природы и что ничто так и помогает человеку как единиц природы это все семейное поэтому не стоит удивляться то что касается на кейт миддлтон то по-прежнему испанская пресса считают что она не презентабельна что скорее всего она по-прежнему в искусственной коме потому что ни одной фотографии ни одного видео того как она выздоравливает нет и это крайне странно потому что если пишут о том что она встретилась с королем карлом этом замке с андрингема то почему бы не предложить с тем же папарацци с которыми у них неплохие отношения потому что среди папарацци существуют различные группировки существуют и те у которых неплохие отношения с королевской семьей и которые делают снимки скажем так пограничные они не компрометирующие но они достаточно забавные достаточно как бы это лучше сказать популярные которые популяризуют королевскую семью и соответственно их могли допустить до до замка до того чтобы они сделали какие-то фотографии о том как король встречается со своей невесткой но никаких снимков нет и поскольку снимков нет нет и доверия к тому что публикуют королевская семья или к тем утечкам которые происходят в британской лояльной монархии прессе поэтому я тоже склонна к тому что кейт по-прежнему мне серьезно нездорово и пока что она не презентабельно что касается короля карла то как я сказал настроение весьма пессимистичная и настоящий момент усиленно готовят принцип или ему кроли регента это отдельная большая тема потому что я думаю что она заслуживает колоссального внимания так как многие из вас недооценивают влияние королевской семьи на политический процесс я думаю что обновление на этом не можно завершить я выполнил то что обещала потому что многие действительно спрашивали согласился ли король карл на современные методы лечения онкологических заболеваний мой ответ нет итак если вам было интересно этот материал пожалуйста не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться на мой канал это вам ничего не стоит и конечно я надеюсь на ваши комментарии на интересное обсуждение которое у нас завяжется на эту тему и отдельно мне хотелось бы поблагодарить всех тех кто поддерживает мой канал донатами на развитие спасибо большое за ваш элегантный жест и на связи что да но